Всем доброе утро! Приехали мы на соревнования БОР районное. У нас три района. Шкловский, Дребенский, Мстиславский. Сейчас Димон уже пошел, настроил снасть, да настроил. Ваня уже приготовился. Занесили прикормочку. Сейчас мы поделим ее. Организаторы не приехали. Мы уже с самого утра. Здесь очень красивый водоем. Здесь классный. Дамба небольшая, но если людей немного, то, наверное, все поместимся. Погода пока очень классная. Пока штиль. Ну и днем не передают сильного ветра. Не должно быть, по крайней мере. Поэтому снасти, в принципе, настроены, готовы. Сейчас последнее приготовление. Подготавливаемся. И пойдем на построение. посмотрим, как организаторы сделают жеребьевку и все остальное. Как настрой команды? Боевой. Ну и все. Спать хочется. Спать хочется. Ваня уже третьи сутки не спит в пути. Все. Но надеюсь, клев будет такой, что он не сможет заснуть. Все. Мы, в принципе, готовы. Ждем открытия и жеребьевки, распределение по зонам. На соревнованиях разрешается польза только одной пловочной удочкой, оснащенной одним крючком. Рыболову может иметь при себе неограниченное количество запасных удочек. Удочек под саком может пользоваться только сам участник. Помощь запрещается. Прозвучал свисток. Дали старт, как и говорили, в 9.30. За корм три шарика сделал и поехали. Ловить ожидание первой поклевочки. Погода идеальная просто. Просто идеальный идеал. Ну что, уже прошло где-то 20 минут. Я перешел на дальнюю дистанцию, что на ближней ничего клевать особо не хотела. Сейчас взял восьмерку. На восьмерку сейчас пару кушков словил. Как всегда, включил камеру и все поклевочки на этом закончились. Сейчас нет. Есть поклевочка еще. Окунек, наверное. Стоит он там вот вдалеке. Такой вот некрупный. Блин, что этот заглотил. Обычно так сильно не заглатывает. Ловлю на мотыля. В принципе, ничего сверхъестественного не придумала. На ближней дистанции пока ничего нет. Словил вот таких как-то их красноперочек. Одну платвичку, правда, такого более-менее ничего. Дальше чуть глубже мне не доходит до дна. Вот окунек стоит. Давно чтоб он клевал. Остальное неважно. Если он будет в таком же темпе клевать, то это хорошо. Окунек стоит, в принципе. И это не может не радовать вам поклевочка. Поближе потяну. Я две точки закормил на семь, на восемь метров. На удочку. Короче. Опа, есть поклевочка. Вот это плотничка. Очень бойкая. Вот это, конечно, обидный сход. Очень хорошая плотва была. Очень хорошая плотва была. А это могло иметь, как обычно, решающее значение. Обидно. Ну ладно. Продолжаем пока ловить. Нельзя допускать таких сходов. Сходу окунек уже. Окунек берет более жадно. Вот на ближней точке, походу, стоит плотничка. Сейчас мы проверим это. Олен, хорошая. Тяжелая 100 грамм были. Ну не 100 грамм, 50-70. Это с нынешней рыбкой, это большое дело. Но это хороший вес. Как минимум, 4 окуня надо поймать таких. Блин, за плотничку обидно, конечно. Ух ты. Вот это уже, походу, плотва. Да. Вот это уже плотничка. Оба-на. Вот это уже хорошая плотничка. Походу она вот, плотничка, чуть-чуть ближе стала на 7 метрах. Вот сходу. Еще одна. Вот это хорошо, что она подошла туда. Скоро уже будет 2 часа. Перешел на ближнюю дистанцию. Тут, ну, на дальнюю вообще. Мотыль проплывал, даже поклевок не было. Думаю, подкормил. Блин, поклевка такая. Подкормил, дал отдохнуть. А думаю, попробую спереди. А я когда перловку кидал, немного рассыпалась, ну, возле берега. И, короче, закидываю и таких 3 хороших плотвины. В принципе, сходу поймал вообще шикарных. Прямо вот под берегом, близко очень. Сейчас проверю дальнюю точку. Там подкормил. О, еще поклевочка. Вот опять плотка. Проверю. Надо чуть-чуть дальше кидать. Зачетная такая хорошая плотва. Стоит. Пробую на разных дистанциях. Опять поклевочка. Да как. О, вообще хорошая. Главное, чтобы она не сожвалась. О, батон. Потихо. Главное, чтобы она... О. Ловлю на семерку на максимальном выбросе. Рыбка вроде отзывается. Ветер подул и как-то вот клев активизировался сразу. О, такие плотвички подошли, что просто пипец. Просто пипец. Такой сказочный клев. Битлеск немного сместил все груза вниз, чтоб пробивало. О, ай, подержал только. О, блин. О, блин. Стрекоза бросилась и съела мотыля. Оставался мотыль на крючке. И стрекоза бросилась и съела. Сместил все груза, чтоб летела дальше и быстрее опускалась на дно, пробивая толщу с мелочью. Потому что мелочевки хватает. Ох ты. Какие прекрасные батончики клюют. И заглатывают же в лед прямо. в лед, в лед. Это приятно, конечно, когда так оно клюет по-быстрому мотыля и назад. Вот она сразу притапливает пупловок. Я нахрапом ее тянул. Точность не сильно большая у меня. разброс. Так, вправо-влево. Но рыбка стоит по ходу. Так. Кучно движется. Вот она. Справа и слева есть. на семерочку. Кайдо фортекса, кстати, 7 метров. Классная удочка. Мотыля колечком не цепляю. Потому что клюет в заглот, в лед. Тоже поклевочка. Тоже стоит. Рыбка. Ну что, вот и закончились соревнования. Три часа пролетело незаметно. Клев был, конечно, шикарный. Нечего сказать. Извлекает фортепутат. Шикарный культур. Тепор земли ждут. Мерговка. селедка одна скакала но она провалится 300 и 170 давайте для контроля 370 370 минус 185 сюда высыпаем да да давайте кидать 370 минус 185 2 985 2 985 сейчас достанет как обычно в ванином стиле 4 килограмма ну по количеству много конечно это мой 1575 1575 минус 185 1390 ну как так смысле нету должны быть чего да то в вина до метра ближняя 70 сантиметров дальние как у клейка как у клейка просто лоб лед а так вот вот водоками наявно мельче 945 хорошие 766 5 они деления на 5 765 сразу командное место третье место третье место второе место с результатом 1150 грамм заняло всеславская района и первое место с результатом 5 килограмм 140 грамм заняла шкловская района и третье место с результатом 765 грамм занял гребеньков команда плоская рисунка и приз и у нас третий взрослый халыч уже быстро раздаешь да успевай отлично третье место юниоры с результатом 80 грамм занял борискин антон рыбинская районная рационная структура так вот все так стой приз сейчас грамоту найдем так держи поздравляю второе место среди юниоров я так понимаю второе место среди взрослых занял подчезерцев команда плоской районной рационной структуры с результатом 1390 грамм с результатом 250 грамм держи поздравляю поздравляю посмотри сюда и первое место занял добунов Петр Петрович с результатом 2 килограмма 985 грамм поздравляю спасибо спасибо ну как Дима тебе дебют? ничего понравилось нормально как обычно все в школу езжай как обычно забрали командное и личку все забрали ну старали все я так понимаю раз результат есть конечно ну поздравляю всех ну вот так вот прошли соревнования Ваня тянул жребий мне повезло больше со жребием потому что он первый был да сел где более-менее глубина есть да и короче удалось поймать почти 3 килограмма плотва стала в хороший лифт и ловилась в принципе до конца тура у меня вот такая вот красноперка в среднем 5 грамм и наловить кило 370 это вообще пипец это очень хороший результат ну и Дима не подкачал для дебюта очень шикарно выступил обошел всех здесь спортсменов все мы собираемся и домой поедем всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться всем пока 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 пока